Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава БО рассказывает подробно о событиях выхода евреев из Египта, практически последняя казнь, подготовка к последней казни. И вот подготовка к последней казни рассказывается, что евреи должны были есть пасхальное жертвоприношение, приопоясившись, то есть готовым к выйти в дорогу, то есть они должны были готовы быть выйти в дорогу. То есть можно сказать, что выход евреев из Египта был, с одной стороны, поспешный, так говорит наша Тора. И сегодня мы, наверное, погрузимся в пасхальную году, как раз пасхальная года, и говорит нам о поспешном выходе евреев из Египта. В следующей главе мы будем читать слова «Кибарахаам». Еврейский народ убежал, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что еврейский народ как бы никуда не торопился. Наоборот, фараон говорит Маше, что я тебя больше не увижу, то есть не хочу тебя видеть, потому что ты умрешь в день, когда ты меня увидишь. Маше говорит, хорошо, ты говорил. И фараон прибегает ночью во время казни первенцев и ищет Маше, и дети делают с него посмежища. То есть они говорят, вон там Маше, вон там Маше, фараон в пижаме, есть детская песня, фараон в пижаме, бегает от одного места к другому и ищет Маше для того, чтобы сказать евреям, выходите скорее, скорее, скорее. Что отвечает от имени Маше? Нет, мы выйдем днем. Мы выйдем днем, чтобы никто не сказал, что мы что-то украли, что мы выходили по неосторожности. То есть тут у нас очень большое несоответствие. С одной стороны, мы знаем, что важно было, чтобы евреи вышли не спеша. С другой стороны, известно, что евреи бежали из Египта. В следующем главе он будет говорить «Кибарахаам», как сбежал народ. Что значит сбежал народ? И это будем мы объяснять и по Кабале, и по обычному тексту. То есть, что если мы погрузимся в Агаду, то вся Агадат Песек говорит о поспешном выходе евреев из Египта. Мы кушаем 7 дней мацу. Что такое маца? Как получилось маца? Вы помните, как получилось маца? Конечно, вы помните. Маца получилось, потому что не успело закваситься тесто наших отцов, потому что поспешно выходили наши праотцы из Египта. И так как мы поспешно проходили, тесто не успело закваситься. Просто не успел быть процесс брожения, не успело закваситься тесто. И они пекли на себе, как эти лепешки выходили. И так у нас не было этого. Им в честь этого мы кушаем мацу 7 дней. Но секундочку, это очень непонятно. Почему это непонятно, мы сейчас подробно объясним. Знаменитая пословица, что спешка нужна только при ловле блок, она, конечно, очень важная. Потому что где нужна спешка? То есть мы должны делать обдуманные решения, приходить к обдуманным вещам на первый взгляд, да? А при чем здесь спешка? Выход из Египта должен был быть поспешно? То есть это на первый взгляд непонятно. И мы празднуем то, что мы бежали оттуда, поспешно бежали. Мы вспоминаем, кушаем мацу. Одна из причин, которые мы готовим мацу, мы вспоминаем о том, что мы поспешно вышли из земли. Египетская, то есть поспешно. И мы знаем, что еще в предыдущих главах, где говорили, что Яков не дает благословения своим старшему сыну, но потому что он говорит, потому что ты не можешь сдерживать свои эмоции. То есть он эмоциональный. Что он сделал? Мы помним, как он взял, зашел в войль Якова и поменял там кровать, переставил и все. И Яков говорит, вот ты за то, что ты вмешался в мою личную жизнь, не обдумывая быстро, потому что ты не успеваешь обдумывать, то есть ты спешишь, то есть поспешно ты делаешь поспешные вещи, ты не можешь руководить еврейским народом. Почему не можешь руководить еврейским народом? Потому что если бы ты не был поспешный, то руководство еврейского народа должно было быть тебе. Но если человек спешит и постоянно горячий, горячкий, говорят, горячкий порит, то есть он не успевает одуматься, не успевает что-то сделать, и он горячкий порит, то он может напороть горячку, как говорится. То есть он может сделать необдуманные вещи, а такой руководитель не должен. Он может вдруг не с того не всего начать войну. То есть он может вспыхнуть, как спичка. Вот эти люди, это неправильные движения. И мы видим, что Яков говорит, его гнев именно на эти качества поспешных решений. То же самое он говорит про Шимана и про Леви, что вы не можете обуздать свои эмоции. Что значит не может обуздать свои эмоции? Это поспешные вещи. Поспешные вещи – это невозможность обуздать свои эмоции. Известная история, которая приводит, что если человек сдерживается, то есть есть очень интересное понятие в Талмуде пишется, если ты к человеку питаешь какие-то плохие чувства, не дай бог, не разговаривай с этим человеком. Почему? Потому что разговор может привести к действиям. То есть из-за того, что ты не можешь сдержаться и не сказать, ты можешь потерять работу, ты можешь потерять место. То есть очень многие проблемы происходят от того, что мы не можем сдержаться. То почему же здесь нас интересует поспешный выход из Египта? Мало ли что, мы зададим еще более глубокие вопросы. Какой же вопрос? Ведь известно, что пасхальные жертвоприношения нужно было есть уже на хаметсе. То есть оно не должно было иметь закваски. То есть по идее заповедь о том, что мы должны есть мацу, была еще до нашего выхода из Египта. Когда евреи ели мацу? До выхода из Египта, а не после выхода из Египта. Ведь пасхальная жертва, которую мы кушаем, это память о выходе из Египта. И спрашивает Алтареба в своей книге Тора Орли, Кути Тора. Он спрашивает такой вопрос. Получается, у нас полное несоответствие с Агадой, потому что известно, что мацу нам заповедовали есть еще до выхода из Египта. А тут получается, что мы говорим о маце, которое было после выхода из Египта, и говорим, это маца, которую мы едим. И что она нам напоминает? Она нам напоминает ту мацу, которую мы ели во время выхода из Египта. Но это же не так фактически. И объясняет книги Кабалу, и объясняет книги Алтареба, что было на самом деле две мацы. Первая маца была, которая ели до хацот, которая ели до выхода из Египта. И вторая маца, которая действительно не успела закваситься. В чем разница? Мы коснемся только вкратце, в чем разница этой мацы. И потом мы перейдем к тому вопросу, почему важен был поспешный выход евреев из Египта. Итак, объяснение, что такое маца. Маца от хамеца отличается только одной буквы. Маца – это хлеб бедности, то есть хлеб, где нет гордыни, где нет спеси. То есть это символ того смирения, да, смирения перед Всевышним и власти перед Всевышним. Это маца. То есть что же хамец? Хамец – это как раз противоположные вещи смирению. Это гордыня, это всякая спесь, это все, что наполняет вот этот вот хлеб, который в принципе имеет те же свойства, что и маца. И так получается, что очень плохо в принципе употреблять хамец, потому что хамец на первый взгляд, да, то есть сейчас мы это объясним, он символизирует именно вот такое вот чувство поднятия, чувство гордыни. Объясняет Алтарейбе, что пишется в книге Тора, пишется, что почему не успело закваситься тесто, потому что раскрылся царь царей Всевышний. Так пишется. Кенеглада им мэлек маухи амлахи. То есть им раскрылся царь царей Всевышний, и тесто не успело закваситься. И объясняет Тор, объясняет Каббала, что вопрос к закваске теста напрямую связан с раскрытием Всевышнего. Когда у человека горит свое «я», когда человек начинает думать, что он себя что-то представляет, когда он начинает, не дай Бог, идти против Всевышнего, когда у него есть свое «я», когда у него есть гордыня и спесь. Когда гордыня и спесь проходит, момент раскрытия Всевышнего. Как мы говорили на каком-то из уроков сегодня я говорил, что когда Всевышний наказывает человека, он раскрывает себя. То есть он себя раскрывает этим. То есть грешник, который грешит, он говорит, где Всевышнего? Но если бы я сейчас сел, он бы выдал мне по голове, это раскрытие. Точно так же раскрытие Всевышнего может быть, когда человек делает что-то хорошее. Тем самым его я уходит. То есть если человека поставить перед обрывом и сказать, показать ему, что спереди обрыв, он не пойдет в обрыв. Почему он не пойдет в обрыв? Потому что движение вперед в обрыв привело бы его к смерти. И поэтому он не пойдет, потому что у него есть раскрытие. А когда есть раскрытие, он не будет утверждать, что там есть мост или еще что-то. Он это видит. То же самое произошло с евреями. Со временем произошло громаднейшее раскрытие. Евреи находились, объясняется в Торе, на очень низкой ступени нечистоты. И поэтому для того, чтобы вырваться с этого, им нужно было раскрытие Всевышнего. Как я уже приводил пример, когда у тебя есть три варианта выбора. Или да, или два раза по морде. В этом варианте тоже было. Когда тебе раскрывается сам Бог, когда Он делает 10 казней Египта, когда ты видишь напрямую, что все зависит от Бога, твое Я не видно, оно просто исчезает. И именно поэтому объясняет Кабалея, объясняет, что тесто бы и не смогло закваситься. Потому что когда раскрывается Всевышний в духовном мире, материальном это влияет на закваску теста. То есть и поэтому тесто не заквасилось. Не было процесса закваски, потому что было раскрытие Всевышнего. И эта маца связана со второй мацой, который мы ели после раскрытия. Потому что после того, как мы вышли, мы шли поспешно. Потому что дальше начинается наш труд. И тут мы немножко уйдем от Кабалы, уйдем от разницы первой мацы и второй мацы. И почему мы едим именно вторую мацу. Об этом мы поговорим с Божьей помощью, когда будет Песах. И поэтому мы возвращаемся к тому, что мы говорили. Мы говорим о поспешности. Потому что действительно нужна поспешность. Когда Всевышний раскрывается полностью, нужен рывок. Об этом слово Песах. То есть воспользоваться этим. Тебе Всевышний раскрылся, иди вперед. Нужно рвануть вперед. Нужно выскочить. Но потом начинается тяжелая работа. И вот эта тяжелая работа, она очень важна. Потому что мы видим, что иногда мы сами не в состоянии вырваться из нашего галута. Мы не в состоянии вырваться из тех ограничений, которые мы находимся с вами. Когда мы находимся в ограничении, когда мы находимся в своем Египте, в окружении своих страстей, когда мы не можем вырваться, нужно делать шаг вперед. Можно делать рывок. Рывок это называется убежать. Рывок это называется рвануть. И пример я скажу так. Иногда мы приближаемся к той. Только приближаемся. У нас есть какое-то раскрытие. Мы послушали какой-то урок. Мы что-то прочувствовали. В этот момент пишут, что есть раскрытие Всевышнего. Оно подталкивает нас сделать что-то хорошее. В этот момент нужен рывок. И этот рывок нужно делать довольно резко, потому что нужно убежать. Как убежать? Скажем, например, человек перестал кушать некошерное мясо. И он проходит мимо колбасных изделий. Он только вчера перестал кушать некошерное мясо. И он настолько привязан к этому некошерному мясу, что в тот момент, когда он чувствует этот запах, он понимает, что еще 2-3 минуты и он может не устоять. Что в таком случае нужно делать? Нужно убежать. Нужно уйти подальше, чтобы у тебя не было возможности окунуться обратно в эту нечистоту. Обратно захотеть эту колбасу. Мы это видим и на других примерах. Скажем, человек решает бросить курить в шаббат. И вот он идет и чувствует сильный запах. И он понимает, что еще чуть-чуть, а не выдержит, схватит сигарету. И он убегает. Есть очень потрясающая история, рассказывал Слава Цицкий. Он рассказал эту историю. Он говорит, что это было в Бельгии, там был бухарский еврей, который начал соблюдать шаббат. Работал он немало, немного продажи драгоценностей. И вдруг он решил соблюдать шаббат, и в шаббат он не выходил на работу. Ну, шаббат, шаббат. Но один раз шаббат выпал на первые числа, на 31 декабря. Ему говорят все его конкуренты, не конкуренты, а друзья, а конкуренты, те, кто с ним работает, говорят, посмотрим, как ты выдержишь этот шаббат. Посмотрим, как ты выдержишь этот шаббат. Вот. И он действительно понимает, что этот шаббат очень решающий, потому что с 31 на 1 все покупают подарки там, и все там покупают в эти холиды ихние. И он понимает, что это выручка, которая может выручить все. Но он, тем не менее, строго идет к субботнему столу, он строго идет в синагогу. Но, тем не менее, ноги его автоматически ведут к этому. Он заглянул, видит, что там идет торговля, он понимает, сколько он теряет, но, тем не менее, пошел в синагогу. На утро он чувствует, что еще чуть-чуть он не выдержит. Он пошел в синагогу, еле помолился, идя обратно, он прибежал домой, налил один стакан сделки душ на водку, потом на виски, потом второй стакан выпил, третий, четвертый, пятый и уснул, и так до конца шаббата. Потом он прибежал к Равину и говорит, Рэба, что мне делать? Он говорит, я так провел в шаббат плохо. Он говорит, дай бог, Равин говорит, чтобы я провел так шаббат, как ты. Что значит, как ты? Человек, который такое сделал, для тебя это был большой акт самопожертвования. Ты убежал от своего зла, потому что для тебя это так манило, и ты так это сделал. На этом примере мы видим, что иногда нам нужно убегать, но это начальная стадия. И здесь мы видим, что Песах и праздник, и Шавуот, дарование Торы, это один большой связанный праздник. Что невозможно нам сразу вырваться из своих оков. То есть из Египта мы выехали сначала прыжком, а потом мы убежали. Потому что сначала мы убегаем от своего Я, мы убегаем от своего Египта, мы убегаем от своих страстей. Наши страсти настолько нас ограничивают, что нам тяжело вырваться из их лап. И поэтому, чтобы вырваться из их лап, мы должны бежать сначала от них, но потом этого невозможно. Ты не можешь постоянно бегать от своего Я, от своего Эго. И существует второй период. Какой второй период? Это 49 счетов Омара, мы об этом тоже потом будем говорить. 49 счетов, здесь 40 дней счета Омара, это как раз пища, это ячмень, это пища животное, пища, которую получает животное. То есть мы считаем сферот, Каббала объясняет, что мы считаем сферот, то есть мы воспитываем свою душу. Что значит вы воспитываем свою душу, что значит мы ее ощущаем. Мы работаем со своим животным, мы работаем со своим животным началом. Мы поднимаем свое животное начало к святости. То есть мы работаем со своим животным. Есть такой пример, который приводил один Равин, он делает минуту Тора, и он приводит пример. Очень такой потрясающий. Он говорит, что однажды отец с сыном были в цирке, и они увидели, как слон тащит там большие веса. Он двигает машины, двигает там тонны груза, какой он сильный. И потом сын вышел за пределы, увидел, что этот слон привязан простой веревкой. Он привязан простой веревкой к ноге, может быть даже, и привязан к столбу. И он удивился ребенок, он спрашивает, как папа, как это такое сильное животное, может этот столб снести, не только веревку. И он спросил этого дрессировщика, дрессировщик раздал. Когда этот слон был маленький, и у него не было сил, к нему привязали эту веревку. И он не мог оторвать эту веревку, потому что он был маленький. Когда он вырос, он настолько привык, что эта веревка настолько крепкая, что он не сможет вырваться, что его понимание, его ограничения диктует ему такую ситуацию, что он не сможет никогда выбраться с этой веревки. Так и мы. Теперь дальше надо зачастую, то есть так и мы зачастую. Наши страхи, они ни о чем не стоят. Потому что мы привыкли к тому, что мы привыкли бояться. Мы привыкли фараона своего. И поэтому выход из Египта происходил именно так. Второй этап, который был, это этап, который мы делали. Мы очищали свою душу, мы работали со своим животным. Животным началом. Мы объясняли нашему животному началу, что служить Богу это полезно. Не только для божественной души, но также для него, чтобы ничего не получить. И когда мы воспитали свое животное начало, как на примере сколбасов, мы уже можем, мы можем уже находиться рядом с некошельными вещами. Мы понимаем, что это к нам не относится. Потому что наше животное понимает, что это пища не для нас. И есть третий этап, это шавуот. И что мы едим в шавуот? Представьте себе, мы едим хлеб. И задает ребер вопрос, почему мы едим хлеб? Ведь баца это смирение, а хлеб это противоположность. Именно праздник дарования Торы мы едим хлеб. И это важно, объясняет Хасидут, объясняет внутренняя Тора, что мы есть индивидуумы. Наш индивидуум, мы каждый человек не похож на другого. Всевышний сотворил человека для определенной цели и работы и дал ему определенные таланты, определенные способности. И поэтому нужно теперь свое я. После того, как ты воспитал свое животное я, после того, как ты убежал от своего нехорошего, теперь раскрой свое я животное, потенциале для Всевышнего. Соедини его с Всевышним. Дарование Торы это возможность еврея путем через Торы осветить весь этот мир и поднять его святость. И поэтому каждый человек имеет свой духовный корень, имеет свои способности, свое я. И это я должно проявляться, только проявляться я вместе с я Всевышнего. Само я не существует. Я с Всевышним вместе, да, он выполняет волю Всевышнего своей индивидуальностью. Если он может рассказать анекдот, он расскажет анекдот. Если он может использовать свои навыки, любые навыки, любые примеры, он может использовать свои любые примеры и это делать, как я сейчас попробую использовать свой пример. Я очень не хотел идти на выпускной вечер, когда в выпускном. Почему? Я понимал, что в выпускной вечер ничего хорошего там не светит. Там будут танцы, там будут девушки, там будет некошерная еда. Я понимал, что еврейскому мальчику там не место, но я еще только начинал соблюдать. И мои родители очень настаивали, чтобы я пошел на выпускной, как я не пойду на выпускной. И я все-таки решил пойти на выпускной. Но в какой-то момент я убежал с этого выпускного. Я не дождался конца выпускного, потому что я понимал, чем это чревато. Я понимал, что еще чуть-чуть я, наверное, не смогу. Может, что-то это будет. Это бегство. Бегство, подобное бегство из Египта. И это бегство случилось у меня. Это пример мой, моего индивидуальности. В настоящий момент я бы с удовольствием встретился со своими одноклассниками, которые я был, сидел с ними, пусть они кушают некошерные. Меня это не касается, это не моя пища, мое животное уже воспитано. Она даже не хочет этого некошерного, потому что есть новый этап. И дальше уже я должен проявить свою индивидуальность. Я должен пойти в то место, найти там евреев, которые еще не соблюдают, очистить их и попробовать приблизить их к Торе, для того, чтобы они что-то выполнили. Потому что Всевышний, наверное, зачем-то меня послал на этот выпускной. Наверное, зачем-то я должен был туда прийти. Наверное, зачем-то каждый день утром я вставал и ходил в школу. Наверное, это возраст. Я каждый раз пытаюсь осознать. Я недавно ехал в автобусе и вспоминал, как я ехал в автобусе и гордился тем, что я еврей, что у меня на голове есть кипа. Но потом я вспоминал разные вещи. Эти вещи, которые воспитывает, двигается вперед. Но мы возвращаемся к теме нашего урока, в которой я хотел привести пример, как говорит любавишеский рэб. Любавишеский рэб приводит пример, как нужно работать со своей церарой, со своим злым началом. Иногда злое начало невозможно победить. Очень сложно. Мы так прилипшие к нечистоте, что очень сложно его победить. И надо вести себя так, как оно ведет с нами. Злое начало нас обманывает. Она говорит нам, зачем тебе потом награда, используй сейчас. Она говорит, спешка. Нужна спешка. Вот здесь как раз спешка не нужна. Здесь ты должен сделать наоборот. Ты должен поспешить выполнить что-то. Что это примеры? Рэб говорит, я советую. Он говорит, возьми и скажи завтра. Слушай, я понимаю, что я... Ну, сегодня я хочу остаться с Ивлением. Сегодня шаббат. Давай я шаббат побуду. Мацея шаббат, поговорим с тобой. И так каждый раз, как она обманывает нас, как она говорит, давай сейчас это, давай сейчас это. Точно так же мы должны с ней начинать. Говорит, давай сейчас это, сейчас это, сейчас это. Когда мы встаем и говорим фразу «Маде анили фанехо» «Благословю тебя Всевышний, живой вечный, за то, что ты вернул мою душу». И эта фраза, начало дня, она делает нам день. Когда еврей начинает день с правой ноги, с нужной ноги, с нужных вещей, Всевышний помогает ему, чтобы он двигался дальше. И когда мы выполним одну маленькую заповедь, это поможет нам выполнить еще, еще, еще. Потому что наше животное начало, наша ицерара, она очень хитрая, да, скажем, она пытается получить. Но есть одно правило, когда она не может получить. К сожалению, я вынужден, ну, то есть я не хотел этого, но я процитирую. Есть в законах семейной чистоты, да, которые учат, в основном, женатые люди. Есть такой пример, что бывает, что когда делают еврейскую свадьбу, у женщины начинается цикл. Когда у женщины начинается цикл, она становится нечиста, свадьбу не могут отменить, потому что свадьба – это важно. Но быть вместе тоже нельзя. Что делают? Есть такие разные варианты. Там в квартире они не могут находиться одни, находятся еще какие-то дети, они спят в разных комнатах. И это, как бы, может остановить их, чтобы они не были вместе в эту ночь, потому что очень сильно, понятно, желание быть вместе. И дальше спрашивается вопрос, а почему же тогда, когда муж и жена уже долго живут, и они, скажем, жена становится нечистая, не нужно, чтобы был кто-то посторонний в доме. Они просто спят на разных кроватях, не приближаются один к другому, и этого достаточно. Почему это недостаточно в день брачной ночи? Объясняется, что в день брачной ночи наша животная душа настолько хочет нарушить, не нарушить, а настолько она уже готова приблизиться к тому, что ей вроде должно быть разрешено вот-вот-вот, и это в нормальном еврейской семье, я имею в виду. И когда она уже этого хочет, и когда она уже стремится к этому, да, очень тяжело ее остановить, потому что она очень мидгаберет, она не получила, она хочет получить. Но есть одно правило во второй, которое говорится, почему потом можно, потому что объясняется в Талмуде, по-моему, объясняется в Шухонорухе, что в тот момент, когда наше животное начало и наши церара знают, что эта вещь будет получена, но не сейчас, а позже, она не такая сильная, то есть она ослабевает. То есть мы знаем, запретный плод всегда сладок, но когда этот плод не запретен, меньше хочется. То есть когда она знает, что это будет не сегодня, завтра, не завтра, так через неделю, не через неделю, так через больше, ей проще с этим смириться, потому что она знает, что она все равно получит свое удовольствие. И поэтому тут и есть такое понимание. Это же понимание относится и к нам. Как говорит Рэбе, что нужно, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы чувствуем, что нам тяжело преодолеть, давайте попробуем преодолеть ее на час, хотя бы на два, хотя бы на три, хотя бы на четыре. И рассказывает Рэбе Ашкеназио в своей беседе на эту тему, он рассказывает такую потрясающую историю, он говорит, что один раввин в Австралии, он давал уроки Торы, и он обратился к Рэбе, он говорит, Рэбе, я не могу больше преподавать уроки Торы. Почему? Потому что каждый раз, я понимаю, я рассказал урок Торы, евреи садятся в машину в Шаббат и уезжают, и ничего я не меняю, я не могу повлиять на них. И тогда Рэбе ему сказал, если ты хочешь, во-первых, влиять не сразу, как Москва не сразу строилась, то увидишь потом флоты, но, тем не менее, если ты хочешь, чтобы увидеть влияние, заканчивай каждую беседу на том, чтобы просить евреев выполнить какую-то маленькую вещь, какую-то маленькую заповедь. И он вернулся, это было ему очень тяжело сказать, и он сказал евреям, слушайте, мы, я понимаю, что вы приехали, многие на машинах, ну, может, по-другому это сказал, как бы вы взрослые люди, у вас есть свобода выбора. Но я бы у любаяческого Рэба сказал, что мы взяли на себя, приняли какую-то хотя бы небольшую вещь, давайте примем на себя небольшую вещь, какую, например, давайте этот шаббат мы не будем курить, да, хотя бы один шаббат не будем курить, это хорошо, и кардиолог ваш скажет, и врач вас скажет, что нехорошо курить, и он вас похвалит, да и для вас это хорошо, и для шаббата, и для всего. Он так сказал, ну, не знаю, сколько курило, сколько не курило, но вдруг он увидел, что после этого начал приходить этот человек. Сначала он пришел в 12 часов, потом он пришел в 8, каждый шаббат он начал приходить. Этот еврей, который потерял родителей в Холокосте, и он приходил только в Йоркции своих родителей. И тут, когда Равнинин с ним разговаривал, он ему сказал, что я был в тот шаббат, когда вы сказали. Я пришел, я брокер на бирже, я очень нервничаю. Я решил не курить, это был шаббат. И когда каждый раз меня тянуло к сигарете, но я помню, что я пообещал себе и своему Равину в душе, что я не буду курить этот шаббат. Я сильно мучился, и потом я подумал, если я все равно пришел, я мучаюсь. Так что я здесь делаю, я лучше пойду в синагогу. И так он начал ходить в синагогу. Он говорит, может будет день, когда я буду делать кедуш с вами, делать другие вещи. Поэтому, дорогие евреи, начинаем с маленького, двигаемся по чуть-чуть. И дай Бог, чтобы вот это маленькое дало нам возможность двигаться дальше. А если у нас есть сильный соблазн, давайте попробуем его отложить, отложить. Может мы его отложим, а может получится отложить в результате на 120 лет и не сделать какое-то нарушение. Всем хорошей недели.